Пальто кожное висит, оно может висеть десятилетиями, столетиями, на нем плесень не образуется, а у человека кожа, и вдруг на живой коже что-то появляется, какие-то пигментные пятна, кератома, папилломы и что-то такое. Ну вот он задумался над этим вопросом и выяснил для себя интересную особенность, то, что наша клетка, она должна задубляться. И теперь, если рассматривать, так что же он вводил? Квасцы, которые вводят при дублении кожи. Ну он вычислил определенное количество этих квасцов, то есть он даже докторскую диссертацию на эту тему защитил. Вот представьте, сколько бы во время войны сохранилось человеческих жизней. То есть не надо стерильных, операционных. Всего-навсего ввести вот это вещество в кровь. И вот он этими дубильными веществами, квасцами лечил различные язвенные колиты кровавые, различные язвы трофические на ногах, голени, или, предположим, там, те ранения, которые сопровождались обычным нагноением и ампутацией конечностей. Он брал пациентов, которых должны были ампутировать конечность, вводил это вещество и, в общем-то, благополучно обходились без ампутации. То есть я вам постараюсь на флешку скинуть работы этого доктора. Но вся идея заключается в чем? Что мы с вами в процессе жизни должны потреблять и дубильные вещества. И, собственно, почему китайские чаи стоят такие бешеные деньги? Представьте килограмм, когда стоит 2 миллиона евро. Килограмм хорошего чая, причем этот чай обладает такими свойствами, что человек, который потребляет такой чай, он не болеет. А принцип самый простой. Дубильные вещества, которые в нем присутствуют, они закрывают клетку, и в клетку не проникает внутриклеточный вирус. Собственно, если мы с вами будем рассматривать такое явление, как, ну, взять золотой корень. Радиолу розовую. Почему ее рекомендуют при аденомах простаты или проблемах малого таза принимать в течение 1-2 месяцев? Да потому что, если человек начинает принимать, а кто-нибудь пробовал на вкус, какой дубильный эффект, то есть только в рот берешь, оно все вяжет, связывает. Да, так вот, то же самое. Так же, как шалфей. Когда кровотечение из десен, достаточно прополоскать рот шалфеем, как кровотечение прекращается. За счет чего? Задубления. Так вот, если мы потребляем такие дубильные компоненты, а в данном случае, если мы говорим о золотом корне, его принимать в течение 2-3 месяцев, небольшой дозировкой, то что происходит в организме? Ведь клетка обычно, когда мы говорим про гиперплазию, простаты, предположим, вот присутствует клетка. Клетка фаршируется тем же хламидиозом, хламидиями. Она начинает растягиваться. Она растянулась. Следующая клетка тоже растянулась. Следующая. И вот это растяжение представляет себя увеличение так называемой гиперплазии. То есть орган увеличился, разбух. Так вот, а мы с вами знаем, что в нашем теле клетки постоянно обновляются. Так вот, если принимать такой раствор в течение 2-3 месяцев, то через месяц клетка, которая нафарширована этим вирусом, она задубляется, закрывается, организм ее убирает. А новая зарождающаяся, она рождается задубленной, закрытой. Вся идея простая. То есть, если мы потребляем вот эти дубильные вещества, то эти дубильные вещества способствуют тому, что внутриклеточные вирусы не проникают через оболочку клетки непосредственно в саму клетку. Ну, а теперь вспомните, когда последний раз вы кушали дубильные какие-то вещества или компоненты. Коньяк. Коньяк, вот если только. А вообще, видите, в лавру ушку кладут в суп. Не просто так, да? Хурма обладает такими дубильными свойствами. Лаврушку даже, вот был такой случай, мне пришлось работать с футбольной командой в районе Буденновска. И там так получилось, что ребята привели подружку, ну и пять человек пообщалось с этой подружкой. Четверо заболело, а пятой нет. А у него, оказывается, одна привычка. То есть, у них дома все привыкли. И он сам оттуда, непосредственно с минвод, где растет это лавровое дерево, да, лаврушка. И у него постоянно в кармане эта лаврушка. Он постоянно ее жевал. Потому что так жевал у него отец, дед. То есть, у них в семье просто принято. И он постоянно эту лаврушку у него во рту. Она у него сухая была, где-то такой, ну, лист. По крайней мере, мы все посмеивались над ним. Но дело в том, что он-то меньше всех болел. И вот как пример с этой подружкой. Всех пролечили, а его лечить не надо. Оказалось, что... И вот был аналогичный случай у нас, когда у нас проходила одна семья, обеспеченные люди. Проходили диагностику, а потом на терапию. Для профилактики приехали. Ну вот. И бежит доктор диагност и говорит, Александр Тимофеевич, представляете, аппарат, наверное, сломался. Я говорю, а что такое? Да вот, мужика посадил. Вообще никаких ни вирусов, ни грибов. Ничего не диагностируется. Не может этого быть. Она говорит, вот и я тоже. Он только вошел, уже там начал приставать к нашим докторам. Вот такого должно быть все. Но у него нет. А потом, когда жена села на диагностику, то выяснилось, что у жены огромный набор всего. А всего, когда начали с ним разговаривать, выясняется одна интересная деталь, особенность. Что он покупает чай за тысячу баксов китайский и пьет его. Пьет его целыми днями. Так как фирма, постоянно встречи, постоянно решение каких-то вопросов, друзья приезжают там или еще что-то. И он в течение дня, целый день пьет этот постоянно чай зеленый. А жена, из-за того, что он дурак такой, что чай можно купить за 500 рублей в магазине, в любом, не обязательно за тысячу баксов платить. Она принципиально не пьет этот чай. И вот получается так, что он сразу на нее начал наезжать. Вот у тебя столько вирусов, откуда они? Я-то чистый. А он просто сам как переносчик, а жена уже получается как человек, который донор. Да, донор. Или реципиент. То есть, вот такая вот особенность. Поэтому мы с вами, когда ориентируемся, когда работаем с пациентами, рекомендуем изменить немножко рацион питания, чтобы в рацион питания входили и дубильные вещества, в том числе даже тоже чай зеленый, который содержит вот такие компоненты. Продолжение следует...